МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...выщих учебных заведений из разных регионов России, и студенты, и школьные учителя-словесники. Люди стали понимать, что именно умение общаться, умение говорить грамотно, культурно, писать, умение выступить, умение свои мысли изложить правильно – это путь к успеху. Чем больше людей будут говорить грамотно, хорошо и проявлять интерес к совершенству своих речевых знаний, тем лучше обществу, потому что другие им будут подражать. Люди будут смотреть, как они разговаривают, и будут стараться разговаривать так же. География докладчиков конференции очень обширна. В этом масштабном событии приняли участие не только представители Ярославской области, но и занимающиеся проблемами коммуникации специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Парнаула, Нижнего Новгорода и других городов России. Однако список выступающих не исчерпывается представителями нашей страны. Участниками конференции стали также ученые из Израиля и Сербии. Когда мы задумывали конференцию, мы предполагали, что она будет такая вот межрегиональная. То есть те города, прежде всего, по Волжье, ну и, кроме того, две столицы, которые занимаются подобного рода проблемами. Но оказалось, что эти проблемы интересуют не только людей, которые находятся в центре России и действительно живут в достаточно сложной такой, может быть, атмосфере, где не все благополучно с культурно-речевой средой, где существуют определенные проблемы, связанные с обучением русскому как неродному, или иногда говорят второму родному, русскому как иностранному, с решением вопросов как раз именно медиа-лингвистики, правовых аспектов работы, допустим, коммуникации в социальных сетях. Но оказывается, эти вопросы имеют действительно такой вот международный уровень. Теоретические и прикладные аспекты современной филологии, медиа-коммуникация и медиаграмотность, общая и профессиональная журнология. Этим и другим вопросам были посвящены доклады участников конференции. Среди выступающих были не только филологи и представители гуманитарных вузов, но и преподаватели, занимающиеся профессиональной подготовкой экономистов, менеджеров, специалистов технических специальностей. Это очень положительная тенденция, что люди разных специальностей начинают понимать, какое значение в их жизни имеет язык. Потому что существуют так называемые речевые профессии. Всякая интеллектуальная профессия связана с языком. И если эта самая речевая, коммуникативная сфера организована неэффективно, то человек не может не чувствовать себя несчастным. Вот в сущности, филология – это наука о том, как сделать человека счастливым через его язык. Научная конференция стала важным событием для студентов факультета филологии и коммуникации Ярославского госуниверситета. Одни из них принимали активное участие в организации этого мероприятия, а другие пополнили ряды выступающих. Сегодняшняя конференция для нас не просто подведение некоторых итогов того, что мы сделали, и то, что намечаем сделать, но это еще раз удовольствие представить наших студентов, которых я вижу, большинство будет наш в этом зале, и еще раз сказать, что мы вами гордимся. Это очень приятно, что нас выбрали в число выступающих на конференции. Очень волнительно. У меня доклад на тему новости в тележурналистике. Я буду представлять, как теоретические аспекты своей темы, то есть я расскажу, что такое новость в тележурналистике, какие особенности, что ожидает читатель увидеть, услышать в новостях. И также я буду представлять свой сюжет, который я сняла вместе с нашим региональным первым Ярославским телеканалом, и на его примере покажу, как мы видим новости современные. Нам очень повезло, что мы являемся студентами у Любови Геннадьевны, и что мы можем участвовать в такой конференции. Пусть мы сейчас являемся выпускниками, это для нас очень важно и в будущей научной деятельности, и в будущей карьере. Это действительно очень статусная публикация, печататься наравне с Аннушкиным, который сейчас ведет по телеканалу «Культура России» интересную программу о языке и о речи, и выступать наравне с ним, и печататься в том же сборнике, что и он это для нас, и для меня, по крайней мере, точно это очень радостно. Ярославская конференция, посвященная проблемам коммуникации и речевой культуры, для многих стало открытием. Будем надеяться, что факультет филологии и коммуникации продолжит традицию проведения таких масштабных мероприятий с интересными, разноплановыми докладами и обширной географией участников. Интерес к языку организуют конкретные люди. И вот очень радостно, что в вашем городе, в нашем Ярославле, есть такие люди, которые вдохновенно служат великому, дивному, могучему, поющему русскому языку. Эти люди, и профессор Стернин Иосиф Абрамович, и наша юбилярша Любовь Геннадьевна Антонова, человек, который обладает, безусловно, талантом, но талант бы не осуществился, если бы не ее трудолюбие, если бы не ее постоянное творчество. И она творит замечательно и как ученый, и как педагог. Редактор субтитров А.Семкин